Человек уже сейчас может жить до 150 лет. Об этом совсем недавно заявили американские ученые. Но мало кто знает, что еще 40 лет назад в Советском Союзе велись разработки препарата, который должен был решать те же задачи, то есть замедлять процесс старения. Наши ученые ставили опыты на мышах и обезьянах. В результате им удалось не только продлить жизнь подопытным животным, но и лечить злокачественные опухоли, восстанавливать поврежденные органы. По их расчетам, с помощью созданного препарата можно было бы продлить жизнь человека на 30-40 лет. Правда, с развалом Советского Союза работы были свернуты. И вот сенсация. Буквально несколько лет назад российские ученые возобновили работу над чудо-препаратом и говорят, уже есть весомые результаты. Об этом впервые в нашей программе прямо сейчас. Нейтральные воды Норвежского моря. 490 километров до побережья. Здесь, на глубине полутора тысяч метров, лежит советская подводная лодка «Комсомолец», затонувшая в 1989 году. Вот она. На этих уникальных кадрах можно увидеть, как субмарина выглядит теперь, спустя 22 года, после трагедии. Вот один из ее аварийных люков. Он должен был стать средством спасения для моряков, но он закрыт до сих пор. А это специальный глубоководный робот. Он берет пробы на радиоактивность. Это необходимо, ведь в корпусе затонувшего комсомольца находятся торпеды с ядерными боеголовками. Несмотря на то, что они уже проржавели и в любой момент могут взорваться, с морского дна их не поднимают. Это очень рискованно. Сегодня затонувшая подводная лодка «Комсомолец» считается одной из самых опасных, хотя все должно было быть с точностью да наоборот. По планам советских конструкторов, эта субмарина должна была стать самой надежной в мире. Но всего лишь через пять лет после спуска на воду, в апреле 1989 года, она затонула и унесла с собой на дно Норвежского моря жизни 42 моряков. Выжить сумели лишь 27 человек. Мы сидели в кругу друзей, ну вот так все, и строили планы, кто как проведет свой отпуск после возвращения. Надежды были радужные все. Ни с того, ни с сего я взял и сказал, если мы еще вернемся оттуда. Как морякам удалось провести полтора часа в ледяной воде и остаться в живых, до сих пор объяснить никто не мог. Ведь по всем нормативам максимум, который человек может провести в ледяной воде, это 15 минут. После этого наступает переохлаждение организма, и человек погибает. Но самое удивительное, все, кому удалось спастись, не только полностью восстановились после сильнейшего обморожения, но даже вернулись в строй. На протяжении многих лет в медицинских кругах это считалось везением или чудом. И только сегодня, спустя больше 20 лет, рассекретили просто сенсационные документы, из которых стало понятно. Для лечения моряков советские медики использовали новейшую технологию. Она позволяла не только полностью восстанавливать организм человека, но и продлевать жизнь почти до 130 лет. Разработки чудо-препарата советские ученые начали еще в 70-х годах прошлого века. Все работы велись в секретных лабораториях Министерства обороны СССР. Ученые должны были создать уникальный препарат, способный остановить преждевременное старение организма. Оказалось, что от постоянных перегрузок и стрессов моряки-подводники и пилоты сверхзвуковых самолетов стареют буквально на глазах. Их внутренние органы вдруг начинали дряхлеть, как будто человек проживал за один год сразу несколько лет. Чтобы приостановить это сверхскоростное старение, ученые начали экспериментировать с самым главным строительным материалом человеческого организма – с белком. Мы с Вячеславом Григорьевичем Морозовым заканчивали военно-медицинскую академию. Мы занимались последние три года, будучи студентами, проблемой восстановления основных функций организма после воздействия различных поражающих факторов. Это облучение, травма, интоксикация и так далее. Все эти поражающие факторы, они подавляют в тульной степени синтез белка. Вот так выглядит обычная клетка человека. Например, клетка кожи. Она состоит из миллионов молекул белка, а сам белок состоит из пептидов. Если пептиды находятся в равновесии, то человек здоров и стареет медленно, в течение долгих лет. Если же пептиды по какой-то причине вдруг перестали работать, то человек начинает стареть стремительно. В секретных лабораториях Минобороны советским ученым удалось сделать просто невероятное открытие. Они доказали, что если в стареющий организм ввести чужие пептиды, то старение останавливается. Мало того, органы, которые уже начинали отказывать, омолаживаются. Впервые такой эксперимент провели на популяции стареющих крыс, которые были практически при смерти. Когда каждая из них ввели пептиды, то крысы передумали умирать и неожиданно начали размножаться. Потом мы попытались у старых крыс с нарушением, ну типа менопаузы, выкрыченные циклы, восстановить функцию. Мы были поражены, что это удалось сделать. У них восстановился цикл, и часть из них родила нормальных потомков. Мы проверили это самым мощным способом, садили их с молодыми самцами, и бабушке принесли здоровое потомство. Следующим этапом было испытание чудо-препарата на обезьянах. Ведь эти животные очень похожи на человека по всем физиологическим показателям. У них такой же биологический ритм. Они спят ночью и бодрствуют днем, и болеют такими же болезнями, как человек. Ученые провели эксперимент с обезьянами. Они разделили их на две группы – старых и молодых. И всем животным вводили препарат в течение месяца. Они наблюдали за животными каждый день и выяснили – старые животные резко помолодели. Если с животным, начиная со второй половины жизни, определенными курсами вводить в рацион питание эти рептиды, то их продолжительность жизни увеличивается на 30-38%. Точно так же, считают ученые, можно продлить жизнь человеку. Ведь по их расчетам человек может жить до 100-120 лет. Сейчас средний возраст человека на нашей планете – это 70-75 лет. Это результат преждевременного старения. А значит, есть возможность жить на 30-40 лет дольше. И достичь этого, считают ученые, можно, используя препараты с пептидами. В Киеве и Санкт-Петербурге провели эксперимент. В течение 12 лет группе пожилых людей вкалывали препарат с пептидами. Удивительно, но выяснилось, что смертность среди участников эксперимента понизилась ровно в два раза. В каждом органе есть запас резервных клеток, как создала природа. Поэтому, если он полностью реализуется, равномерно, то тогда человек доживает до 100-110 лет. Резерв в 30 лет имеет каждый. Лекарства на основе пептидов еще требуют доработки. Но уже сегодня этот препарат применяют в области восстановления тканей и, в первую очередь, в военной медицине для залечивания тяжелых ранений, а также в спорте для лечения профессиональных травм. Именно препараты на основе пептидов, разработанные еще советскими учеными в секретных лабораториях Минобороны, в прошлом году взяли на вооружение спортивные врачи. И они дали поразительные результаты. Действительно регенерируются ткани, да, регенерируются мышцы гораздо быстрее. И, если что раньше, например, меня занимало лечение, например, голеностопа примерно, ну, три недели, три с половиной недели, да, чтобы до конца вылечить. И сейчас это проходит в два раза быстрее. Недавно в Институте биорегуляции и геронтологии Санкт-Петербурга был проведен сенсационный эксперимент. С помощью препаратов на основе пептидов ученым удалось восстановить сетчатку глаза. Это означает только одно. Если можно восстановить сетчатку, то можно омолодить и весь организм и подарить человечеству бессмертие. Остается только добавить, что препарат, который сможет существенно продлевать человеку жизнь, будет создан уже в ближайшие десятилетия. Так что у нас с вами теоретически есть шанс испробовать его на себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова